Здравствуйте, друзья мои! Я приветствую всех своих постоянных телезрителей, приветствую тех, кто впервые зашел на мой канал посмотреть. С вами Бородач, вы на канале Быстро и Вкусно, где я рассказываю, показываю простые рецепты вкусных блюд. Вот, посмотрите, вот на эту вот баночку, трехлитровую. Здесь я заквасил домашний квас на хлебе. Он будет готовиться 6 дней, видео об этом вы скоро увидите. Ну а пока я решил поэкспериментировать. Ждать мне 6 дней не хочется, кваску домашнего охота. Поэтому я пошел в простой магазин. Магазин называется Пятерочка, но я думаю, в остальных магазинах есть все то же самое. И купил вот два вот таких вот пакетика. Один пакетик, квасное сусло называется. И второй пакетик называется готовый концентрат кваса. Одной и той же фирмы. Фирма называется Распак. Итак, чем эти пакетики друг от друга отличаются? Во-первых, из этих двух пакетиков я буду готовить два вида кваса. Посмотрим, кстати, какой будет вкуснее, какой лучше. Признаюсь, я никогда вот из таких вот магазинных готовых квасных концентратов не готовил. Вообще, первый раз в жизни делаю. То есть, это чистой воды эксперимент. Я всегда делаю вот такой вот белый квас, домашний, ядреный, кисленький, который так сногсшибательно прошибает. Ну, друзья, порекомендовали, говорят, нормально получается вот из таких пакетиков, поэтому сделаю. Итак, чем эти пакетики отличаются? Вот здесь вот в составе, значит, у нас состав ржаная мука, ржаной солод и вода. Сюда нужно добавить еще сахара и дрожжей. Это я все тоже купил. И получается вот это вот на 5 литров. Один пакетик, из одного пакетика получается 5 литров кваса. Вот это уже полностью готовый. То, что называется, только добавь воды. Здесь помимо ржаной муки и солода уже готов, уже добавлен и сахар, и уже добавлены дрожжи. Но тут вот только на 2,5 литра. То есть, вот этот вот пакетик на 5 литров, но нужно добавлять сахар и дрожжи. Вот этот пакетик только добавляем в воду, но только 2,5 литра. Смотрите, что кому больше нравится, то и покупайте. Я буду делать все. Готовится и тот, и тот квас ровно одни сутки. Через одни сутки будем дегустировать. Итак, приступим. Итак, господа присяжные заседатели. Лед тронулся и командовать парадом, как вы понимаете, буду я. Итак, приступим. Кстати, о цене вот этих пакетиков. Оба этих пакетика стоят одинаково. 40 рублей каждый. Но вот к этому пакетику, как вы поняли, нужно добавить еще дрожжи. 5 грамм дрожжей будут стоить 6 рублей, потому что вот такая вот пачка 12 грамм стоит 12 рублей. И нужен вот такой вот большой стакан 300 грамм сахара. Это тоже стоит рублей 10. То есть к 40 рублям приплюсовываем еще 16 рублей, 56 рублей у нас получается. Но зато 5 литров кваса. Вот этому пакету ничего лишнего добавлять не надо, только его содержимое. Но зато кваса в два раза меньше 2,5. То есть за 40 рублей получаем без геморроя 2,5 литра кваса. За 56 рублей получаем с небольшим геморроем 5 литров кваса. Ну что же, приступим к нашим экспериментам. Пожалуй, начнем с простого варианта. Ну-ка, что тут у нас это представляет? Это представляет собой муку. Такого сладковатого запаха мука. Вот сюда ее высыпаем. И перемешиваем. Видите, довольно темная получается жидкость. Не так, как домашний квас. Как тот домашний квас, который я вам показывал, который я на хлебе настаиваю. Он-то белый у меня всегда получается. Этот получится темненький, как магазинный. Ну, в общем, вот в таком виде оставляем его в теплом месте на сутки, закрыв крышкой. То есть, по истечению суток он там пробродит, пропузырится. После этого можно его отфильтровать и отправлять в холодильник. Пусть он там хранится. Так, а мы приступим к более интересной теме. Вот этот вот пакетик, я чувствую, там не мука, а что-то жидкое. Да, жидкое, но пахнет примерно так же. Кстати, наверное, сначала надо сахар высыпать с дрожжами, чтобы они тут от жидкости не слиплись. Вот так вот. 300 грамм сахара добавляем на 5 литров. И половинку вот этого вот пакетика дрожжей. Вот, чувствую, градусов тут будет. Градусов 10, наверное, в этом классе будет. Так, ну, половинку, наверное, высыпаем. Можно еще чуть-чуть, вот так. Чувствую, как у вас будет не для детишек. Так. И вот теперь выливаем сюда содержимое вот этого пакетика. Видите, оно жидкое. В отличие от того пакетика, где такая мука, здесь жидкость. Все это выдавливаем. Так. Закрываем крышкой. Сбалтываем. И все они отправляются, эти квасы, у меня в темное и теплое место, ровно на сутки. Но по истечению суток охладим и попробуем, что у нас получилось. Вот он, мой классной цех. Посерединке чисто домашний квас из хлеба, про который я вам рассказывал. Без добавления каких-либо покупных дрожжей. Чего-либо еще. Только хлеб, сахар, вода, изюм и все. Он готовится 6 дней. Видео про него вы увидите чуть позже. Но по бокам вот эти вот бутылки и банки, это то, что вы видели сейчас. Они готовятся сутки. И видео про них вы смотрите уже сейчас. И очень скоро мы будем их пробовать. Итак, значит, друзья, прошло у меня 20 часов. Как-то вот требует инструкция. В общем-то, пахнет квасом, но больше пахнет дрожжами, если честно. На вкус я тоже пробовал. Не очень. Поэтому я буду разливать по бутылкам. И по аналогии с домашним квасом, оставлю еще на пару дней. Короче, еще пару дней в холодильнике постоит. Ё-моё. Вот таким вот образом. Потому что сейчас пить это я бы не рискнул. Точно будет какое-то несварение желудка или что-то еще. Сейчас получается какая-то брашка, а не квас. Запах прям дрожжей. Так, дальше. Так, и в каждую бутылку, я забыл вам сказать, нужно кинуть штук по 5 изюминок. То есть, вот изюм. Самый обычный. Штук по 5 его надо кинуть. Для чего это происходит? То есть, изюм позволяет квас лучше газироваться. Квас становится более гидреным от этого. Вот так вот кинули. И оставляем вот эти вот бутылки. Ай! И оставляем, короче, вот эти вот бутылки в холодильнике. Постепенно будем их выпивать. Ну, я думаю, минимум сутки им еще нужно поквасить в холодильнике. Они квасились 20 часов в теплом месте. И пусть еще сутки поквасятся в холодильнике. Это в рецепте вы не найдете, который написан был на пакетиках. Но это уже из опыта, так сказать. Из опыта изготовления конкретно домашнего кваса. Который белый, который чистый из хлеба. Который я вам еще покажу. Ну что же, продолжаем наш кулинарно-квасной эксперимент. Значит, вот в этой бутылке у меня то, что квасилось в большой 5-литровой бутыле. То есть, там, куда я добавлял дрожжи. Вот в этой бутылке у меня то, что квасилось в 3-литровой банке. Там, куда я ничего не добавлял, кроме содержимого самого пакетика. Вот с нее, пожалуй, и начнем. Сутки простояло это все в холодильнике. Должно уже докваситься до конца. Ну, сейчас и проверим, что получилось. Так, отставляем это. В общем-то, пахнет квасом. И, в общем-то, получилось вполне себе добротно. Немного газировано, совсем чуть-чуть. Похоже больше, знаете на что? Разливной квас из бочек, как в советское время продавали. Немного только не такой ядреный, не такой качественный. Но, в общем-то, я думаю, лучше, чем покупной квас, который сейчас в магазинах продают. Попробуем теперь вот этот вот. Вот этот квасочек, куда я добавлял дрожжи. Вот тут вот я чувствую, пахнет как раз дрожжами. Такой характерный дрожжевой запах. Тут он газы в стакане. Вот этот вот хорошо газированный. Надеюсь, что плохо мне не будет. Да, вот этот вот квас заметно более ядреный, заметно более газированный. Но вкус дрожжей, однако, превалирует. Вот это вот, то, что с дрожжами, мне меньше нравится, чем то, что было без дрожжей. Возможно, он еще пару дней в холодильнике постоит. Дрожжи там все прореагируют и будет нормально. Но вот сейчас не очень. Вот это вот я пить бы не стал. По своей воле. В общем, вот это вот то, что было в пакетике, где просто добавив воды, получился нормальный такой добротный квас. Вот это вот больше на брашку на какую-то похожую. Вот это вот можно пить. Можно пить прямо сейчас и не бояться, что пронесет. Еще раз попробуем. Да, вот это вот нормальный такой квасочек. А вот это вот, либо что-то не получилось, либо он, если такой он должен быть, то это, конечно, плохой квас. Я надеюсь, что, постояв еще в холодильнике пару деньков, все будет нормально. Ну, ладно. Вот наш эксперимент с магазинными заквасками подошел к концу. Мой домашний квас хлебный будет кваситься еще 4 дня. То есть, примерно через 4-5 дней после выхода данного экспериментального видео смотрите, смотрите видео про мой собственный домашний квас. Традиционный старорусский рецепт. На этом я с вами прощаюсь. Кто не подписан, подписывайтесь на мой канал. Здесь много всего интересного. Кому понравилось, ставьте пальцы вверх. Пишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Я с вами прощаюсь. Всем пока.